Здравствуйте! В эфире проект в ритме жизни в студии Руслан Иванов. Отпуск позади. А это значит, что мы вновь будем знакомить вас со свежими новинками из мира интернет. Свежая порция всего самого актуального уже прямо сейчас. В конце июля для более чем миллиарда устройств по всему миру стала доступна Windows 10, новая версия операционной системы Microsoft. От успеха которой в немалой степени зависит дальнейшее процветание компании. Чтобы не ударить в грязь лицом, как это произошло с предшественницей десятки, разработчики улучшили свой главный продукт настолько, что он обещает стать самой удачной виндой за последние десятилетия. Windows 10 станет первой версией операционной системы Microsoft, которая будет доступна абсолютно бесплатно. Здесь компания пошла по пути Apple, которая уже давно не берет денег с пользователей и обновляет операционную систему на регулярной основе. Для бесплатного апдейта до десятки, однако, должны быть соблюдены два условия. Во-первых, полностью активированную Windows 10 смогут установить только обладатели легальных копий Windows 7 и 8.8.1. Те, кто купил тензионный продукт в магазине и получил его в виде предустановленного программного обеспечения на компьютере или ноутбуке. Во-вторых, бесплатно обновиться можно в течение 12 месяцев после релиза Windows 10, то есть до 29 июля 2016 года. Правда, ходят слухи, что сроки обновления могут продлить. Заботиться об апгрейде железа не нужно. Windows 10 запросто запустится на тех же машинах, что и ее предшественница. Помимо заявленных преимуществ, операционки пользователи отмечают и минусы, а это неотключаемые обновления, ограниченная бесплатность, отсутствие медиаплеера в Windows Media Center. Из Windows 10 также пропадут такие классические элементы, как гаджеты рабочего стола, игры пассианс и сапер. Их место займут новые версии. В любой операционной системе в момент выхода могут содержаться ошибки и уязвимости. Ну и, пожалуй, главное, что отмечается, что операционная система может быть шпионской и передавать всю информацию пользователей спецслужбам США. Так что переходить или нет на Windows 10 решать вам, взвесив все за и против. Американская Тера Фуджия на авиавыставке AirVenture в Висконсине показала обновленный дизайн летающего автомобиля TFX, разработка которого началась несколько лет назад. Новая модель будет проходить испытания в аэродинамической трубе Братьев Райт в США. В условиях симуляции полета, сказали в компании, будут измеряться такие показатели, как сила сопротивления, подъема и тяги. Тера Фуджия, основанная выпускниками факультета аэронавтики и менеджмента Массачусетского технологического института в 2006 году, ранее планировала начать продажи своих первых аэрокаров Transition уже в 2015 по цене около 280 тысяч долларов. Тем не менее, компания несколько раз откладывала запуск машин в производство. На доработку Transition, как ожидается, уйдет еще несколько лет, а их стоимость увеличится до 400 тысяч за штуку. TFX, впервые представленный на выставке AirVenture 2013, является преемником Transition. Эта модель – настоящий трансформер с электродвигателем и толкающим винтом. Поднимается и опускается на землю он подобно квадрокоптеру – вертикально. Тягу обеспечивают два гибридно-электрических двигателя с суммарной мощностью 670 лошадиных сил. Каждый. Экипаж TFX – один пилот, вместимость – 3 человека. Максимальная скорость в полете составляет 322 км в час. Запас хода – около 800 км. Правда, в воздухе TFX мы увидим еще не скоро. Серийное производство гибриды начнется только через 6-12 лет. Первые летательные образцы выйдут раньше. Большую популярность в соцсетях набрали такие группы, как «Подслушано», «Ищу тебя», где анонимно или в открытую обсуждаются те или иные вопросы. Часто бывает так – увидел человека в городе, он тебе чем-то понравился, а познакомиться не решился. Так и ищут в «Ищу тебя», но у «Чебоксар-Чебоксара», например. 25.07.2015 года, время 17.00. Девушка, которая продает мороженое возле магазина «Каблучок», знает и очень милая. Если ты сидишь тут, дай знать в комментах. Нас было двое. Купи у нее мороженое и обрадуешь. Я возле нее каждый день прохожу, надо ей сказать. Пока вы тут по 100 постов ей посвящаете, другой подошел и давно номер спросил. Этой загадочной и милой девушке посвящается уже не первое сообщение, поэтому мы ее нашли. Сегодня она у нас в гостях. Зовут ее Полина. Полина, привет. Привет. Слышала, что про тебя пишут в интернете? Да, мне друзья показывали эти посты. И? Какие мысли? Ну, мне приятно было такое читать. А что там про тебя писали, ты помнишь? Ну, то, что милая девушка работает на мороженом около «Каблучка». Ну, в принципе, только такое. А как ты считаешь, как такое вид знакомства? Через интернет, анонимно, может, лучше просто сразу подойти и познакомиться? Нет, ну, я думаю, да. Если человек сразу подойдет и познакомится, это будет намного лучше, чем анонимно писать в интернете. Потому что, ну, очень маленькие шансы, что человек ответит, потому что все равно страшно немного. Тот парень написал, что подарил тебе мороженое, там, купил, угостил. Ты его помнишь? Это было так? Ну, меня угощают мороженое, но я не запоминаю все. Как так? Люди стараются, хотят как-то обратить на твое внимание. Нет, ну, я запоминаю, вот, некоторых запоминаю. Когда очень много работы, и мне надо быстрее всех обслужить, ну, тогда нет. Ну, допустим, тебе молодой человек подарил мороженое, он ушел, но тебе он понравился. Ты там анонимно напишешь потом, вот такой ты купил, там, мороженое. Нет. Почему? Ну, потому что просто вдруг он там не сидит, и не знаю, как-то. Но ты же видишь, не сидишь, но ты же узнала. Ну, друзья же не будут знать, что он купил мороженое, да, и угостил. Удается ли на такой работе поесть мороженое на халяву? Ну, нет, я всегда плачу за мороженое. Или тебя угощают? Ну, да. Расскажи немного о себе, нашим зрителям. Чем занимаешься, где учишься, какие планы? Ну, учусь, учусь и живу я в Чебоксарах. Иду в девятый класс. В принципе, таких каких-то увлечений особых нет. Впереди еще месяц, август целый. Что ты собираешься делать? Ну, я также буду продавать мороженое. Ну, и морально готовиться к школе. Пожелаем Полине хорошо доработать, отдыхать этот месяц, чтобы не только работалось, но и отдыхалось хорошо. На этом мы ее отпускаем и продолжаем наш проект. Пока, Полина. Пока. А теперь самое интересное и чаще всего просматриваемое видео из интернета. Ну, вот и все, о чем мы успели вам рассказать на этой неделе. С вами был Руслан Иванов, проект «В ритме жизни». Следите за новостями интернета, будьте в курсе всего самого интересного. Скоро увидимся вновь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова